Всем привет! Герой сегодняшнего обзора. Замечательный объектив Fujifilm 17-45, 3.5-5.6. Это вот такой вот очень компактный, легкий пластиковый объектив, выпускаемый в качестве кита для начальных камер Fuji. Но я его купил для своего X-T3. Сразу расскажу, для чего он мне. Потому что у меня есть очень много солидной оптики на полный кадр, которую я могу легко одевать на Fuji X-T3. По фото она фокусируется, можно фотографировать, конечно, с некоторым процентом промахов, но тем не менее можно. И можно получать хорошие фотографии. Но с видео у Fuji есть проблема с переходником Viltrex, я думаю, с любым переходником. То есть следящий автофокус на видео – это слабое место переходника. То есть неродная оптика. Можно использовать для фотографии, но для видеосъемки только как точечный автофокус. Если вы можете его там переснять, вырезать какие-то дубли. Я, например, вот я снимаю это видео, ну другие видео, когда я сижу перед камерой. Она работает в следящем автофокусе, чтобы я мог сделать вот это вот туда-сюда. Ну и в принципе, чтобы я не наводил каждый раз руками автофокуса. Вот просто сел, она меня словила, как сейчас это делает Canon R, с фокусом по глазам. И я был спокоен, что все будет в фокусе, и все будет четко и хорошо. И сторонняя оптика этого не дает, то есть только если вручную наводиться. И вот я решил все-таки приобрести один родной объектив, так как у меня на эту систему есть самьянги мануальные, которые очень хорошо фотографируют. Но это ширики, и они мануальные. То есть, опять же, они мне не подходят для того, чтобы ввести блок и снимать себя на камеру. А я, ну мне нравится снимать себя на Fuji X-T3 ради этого сказочного 4K, который вы сможете сравнить, насколько оно более сказочным, в одних и тех же условиях по сравнению с Canon R. Вот в который уже раз сравниваем качество 4K. Первая причина для того, чтобы снимать себя на фоне ковра или чего-нибудь еще, мне нужен такой объектив. И при этом мне светосила не важна, потому что я себя подсвечиваю светом. То есть, сейчас у меня идет ISO 400, 5,6 диафрагма, ну и 1,5. По сути, когда я себя буду сейчас чуть позже снимать на Fuji X-T3, будут те же самые настройки. То есть, 5,6 мне как раз больше открывать диафрагму не нужно и нельзя для таких условий, потому что, когда я сюда сейчас какие-то объективы поставлю, ну, в общем, мне нужна нормальная глубина резкости. То есть, для съемки на хромакее вы никогда это не будете снимать на 1,4, там, не знаю, на f2, даже, ну, 2,8 это на грани, в зависимости от фокусного расстояния. То есть, вам нужно прикрывать дырку и подсвечивать себя хорошо. Поэтому то, что этот объектив темный, ну, меня нисколько не останавливает. Следующая причина, для чего он мне вот может быть нужен, это очень компактный объектив. Я вам сейчас его покажу на тушке. Вот так он выглядит на X-T3, то есть, он очень маленький, вес его не ощущается, вес 130 грамм, это просто ни о чем. Если его еще и одевать на какую-то поменьшую тушку, типа X-T30, там, ну, любые другие фуджики, более компактные, то это действительно маленькие камеры. Знаете, вот про микро говорят, что они маленькие, это тоже очень маленькая. И это важно, если вы хотите путешествовать, брать эту камеру с собой. То есть, ну, для таких чисто любительских целей, там, где действительно важны маленькие габариты, вы хотите быть незаметным, там, туристом, фотографировать что-то. Тем более, что объектив очень резкий, мои тесты это показали. Смотрите, широкоугольное положение сейчас 15 мм f5.6. На 100% по центру резкость, ну, просто отлично, феноменально. Вот все у нас кирпичики видны. А вот справа, то есть у нас закрытые не на 3.5, а на 5.6, справа видно, что оно уже становится вот таким мягким. То есть, это уже процентов, ну, давайте отзумим, я бы сказал, процентов 10 кадров, если не 15. То есть, края на широком угле – это проблема этого объектива все-таки. Но я бы сказал, что все-таки незначительная. Опять же, вот здесь, так, нормально. Дальше посмотрим с этой стороны. Может, он у меня не центрирован, потому что вот здесь на 5.6 очень… Вот смотрите, с деревом все отлично. Все хорошо с резкостью. Давайте посмотрим на 5.6 45 мм, то есть, на длинном конце 100 мм, ой, 100% смотрим. Ну, я сразу же смотрю углы, и мне, в общем-то, все нравится. То есть, вот в окне намек на хроматическую аберрацию, но это не смертельно, это такой намек, я бы сказал. Когда мы смотрим центр, то тут вообще все супер-пупер. Резкость, то, собственно… А, это уже не центр, это мы уже пробрались к краю кадра. Ну, резкость отличная. Это с чего можно еще закрыть, чтобы… Ну, в принципе, можно и не закрывать, потому что на 45 мм, вот мы снимаем стену, все отлично. Что у нас тут? Опять 45 мм. Провода, провода, деталюшечки. Ну, вот тут что-то… Ну, я думаю, что это в связи с освещением. Давайте посмотрим еще стену. Вот, промежуточное значение 31 мм. Посмотрим, как здесь с резкостью. Как же нам без кирпичной стены? Ну, вот здесь резкость такая себе. На четверочку, я бы сказал. По центру. Знаете, как-то на крайних значениях он был порезче, чем на средних. То есть, тут мне кажется, что оно все-таки чуть-чуть помягче. 100%. Резкость не такая звенящая, как она была на… Давайте теперь посмотрим на крайних значениях. На 15 мм, что у нас по центру. Все отлично. Очень резко. Очень… Ну, вот края. Нормальные края. Ну, скажем так, вполне. Они не абсолютно идеальны. Это не Sigma Art. Но, то есть, даже… Я тут даже не говорю оговорку за эти деньги. Потому что мне резкость нравится. То есть, как только я сделал несколько тестовых кадров, я, в общем-то, был доволен. А F8, смотрите, тут я чуть-чуть, еще больше его прикрыл. И на F8 уже и со 200, выдержка 1,75. То есть, это уже так, типа, скоро будут смазы, если у вас руки будут дрожать. На F8 еще, смотрите, чуть-чуть хроматическая аберрация. Но это не… Ну, так, не смертельно, опять же. Что? Ну, можно сказать, резкость посмотрели. Еще раз хочу посмотреть на 3,5, на открытый, на широком угле. То есть, там, где у меня возникли вопросы. Ну, вот края, видите, они так замыливаются. То есть, есть такое вот слева. Это вот ближе к центру. Слева все очень резкое. Справа идет такой намек на мыльцо. Ну, веточки у нас не совсем в фокусе. Но вот балкончик, ну, такой, средненький. Центр идеальный просто. И левый край. Мне что-то кажется, что у моего экземпляра страдает правая часть. Мне почему-то так показалось. Потому что левое, ну, тоже вот тут вот не совсем хорошо. Снизу все хорошо. Но, опять же, когда вы реально снимаете, вот эти вот крайние зоны, это не смертельно. То есть, смысловые элементы, какое-то вот значимое изображение будет вот здесь. И 3,5 актуально для съемки при плохом освещении. А на улице, вот смотрите, 3,5. Еще раз посмотрим. На улице вы будете так или иначе чуть-чуть прикрывать его. Центр просто звенящий. Все эти веточки порезаться можно. А справа веточки, да, они не такие сказочные. Слева веточки чуть получше. Мне кажется, это мой экземпляр все-таки. В общем-то, все хорошо. Единственное, ну, если говорить о резкости, слабое место. Самые края по краям на широком угле на 3,5. Вот это 5% кадра по краям. Они не совсем резкие. Часто у таких китов проблема на длинном конце. То есть, ну, здесь это было на 45 миллиметров. Но нет, наоборот. То есть, на широком угле самые края на открытой диафорагме. Но об этом можно вообще не думать. То есть, глобальный объектив мега резкий, чтобы вы с ним не снимали. То есть, можно ходить тестировать кирпичные стены при хорошем свете. Все будет нормально. Ну, для тех, кто увлекается кирпичными стенами. Из конструктивных особенностей. На объективе есть вот два таких колечка. Одно кольцо фокусировки, которое… Ну, оба кольца электронные. Вращается кольцо фокусировки. Сейчас вы услышите. С таким неприятным вот скольжением. Ну, я его брал немного бушным. Может, новый чуть-чуть лучше ведет. Но вообще, объективы в хорошем состоянии. Не знаю. Но напомню, что этот объектив зумируется не механически. А вы… Во-первых, вот мы его сейчас включаем. Второе кольцо нужно для того, чтобы поправлять зумом. То есть, зум у нас не механический, а электронный. Хочу рассказать о важном аспекте использования в связи с этим выезжающим хоботом. Когда вы делаете фотографию, видите, с хоботом ничего не происходит. Но когда я захочу ее посмотреть, то он автоматически прячется. Я еще раз покажу. Я фотографирую. Нажимаю просмотр. Фотка показывается. Ну вот. Вот. И теперь только я ее смотрю. То есть, есть некоторый лак. И, естественно, после того, как… То есть, допустим, я его поставил в крайнее положение. Вот я сфотографировал. Так. Включаю. И у меня опять он отзумился. То есть, он не сохраняет то положение, в котором он был. Теперь, как он выглядит в работе. Когда вы включаете камеру, он делает… ЖИК, он выезжает. И мне это очень напоминает какие-то старые фотоаппараты, как они называются, системные. То есть, там, где вот объектив какой-то, суперзум. И они вот так вот выезжали очень далеко. Это были Olympus, там, Casio, там. Ну, я уже не помню. Ну, такие, знаете, десятилетней давности, там, 15-ти, когда еще не было смартфонов, были вот такие фотоаппараты. И вот это выглядит дешево. То есть, пока этот объектив не выехал, он был очень прикольным. Ну, как, относительно. И мне напоминала старшая линейка. То есть, мне вот, например, у Fujinon нравится этот 23-мм 1.4. Он по корпусу внешне так похож. Просто он побольше, но именно сам дизайн очень совпадает. Но он же не выезжает вот так, как этот. То есть, вот это вот. Это сразу, ну, минус 10 к восприятию его дороговизны. То есть, эта камера сразу вот, ну, очевидно, становится любительской, когда он делает вот это. Причем зумирует он, это делает со звуком. То есть, видеографам, которые любят писать на внутренний микрофон, это не понравится. Для видеографов я вам скажу, что зум, ну, он не суперплавный. То есть, он такой, ну, как бы можно для каких-то любительских съемок использовать. Так же, как, ну, как, собственно, и позиционируется этот объектив. Если вы пользуетесь, то есть, я переназначил, у меня вот это второе кольцо, оно тоже для зумирования. И это прикольно, потому что точнее можете управлять, насколько он приближает. То есть, вот это кольцо классно. Если вы хотите вот чуть-чуть там на несколько миллиметров подзумить, это классно. Опять же, если мы переключим фотоаппарат в режим M, то у вас это кольцо опять станет ручным фокусом. Для того, чтобы оба кольца сделать, повесить на них функцию зумирования, нужно в менюшке отключить пункт AF плюс MF. То есть, отключить перехват фокусировки. То есть, чтобы он в автоматическом режиме, вы не сможете подправлять автофокус. Ну, в контексте данного стекла это абсолютно бессмысленная штука, потому что у него очень большая глубина резкости. Бага на него получить очень сложно. Но если очень плотно сфотографировать, то есть, это уже минимальная дистанция фокусировки, по сути. Кстати, вот мы видим хроматику такую вот здесь. Вот такое можно получить бакая. Тут у нас был фотодрочь. Вот я с правильными фотоаппаратами. Но обратите внимание, сколько здесь. 15 миллиметров. Ну, отделение заднего плана, тут есть лишь намек на него. То есть, я вот сейчас говорю про бакашку. Это не про этот объектив вообще. Так, тут ребята выясняют, чей Canon лучше. И, кстати, цвет мне нравится. То есть, если говорить вот банально даже на этом примере, то цветопередача вполне себе. Я вам покажу сейчас, кстати, как на видео эта штука фокусируется и как она держит стабилизатор. Честно говоря, мне вот не нравится, как Sigma Art выглядит на Nikon Z6, потому что вот корпус так как-то, ну, не совпадая с камерой, неприкольно. Ну, не по теме видео, конечно, но, ну, как-то, не знаю, неэстетично оно. Так, минимальная дистанция фокусировки. Вот не смог я снять колесико режимов. Переводим на Mark IV. Дрожание, конечно, присутствует. Но смотря как держать фотоаппарат. То есть, если я просто снимаю как есть, то нормально. Смотрим на автофокус. Автофокус работает быстро. И точно. Кстати, я вам сейчас покажу реакцию одного человека, вот, с Mark IV, одного из этих фотоаппаратов. Я ему дал этот объектив и что он сказал. Юр, хочу тебя спросить, вот, что ты думаешь вот об этом? Что это? Оно вообще настоящее? Что это такое? Это не муляж? Смешанное чувство. Я бы на него не снимал бы. И тут я должен обратить внимание на интересную особенность. Этот объектив, ну, у меня же это первый объектив, родной Fujinon. Я так понимаю, что на других та же самая фишка. Когда вы наводитесь на какой-то объект и нажимаете кнопку спуска наполовину, то он вам пишет зону фокусировки. То есть, он пишет, вот здесь есть шкала расстояния от 0,1 метра до 10 метров бесконечности. И он пишет, в каком диапазоне у вас будет объект резким. И это просто супер фича. То есть, я на эту штуку обратил внимание на фотоаппаратах, ригах GR2, GR3. Там тоже есть такая функция, что он показывает тебе область фокуса. И здесь есть. Кстати, в Canon VRF объективах, у меня же не родная оптика, когда ты одеваешься на Canon R, он тебе тоже показывает шкалу расстояния. Я не знаю насчет зоны резкости, но шкала тоже появляется. На этой шкале ты понимаешь, что вот начиная, вот сейчас я фокусируюсь на камере, и он у меня пишет, что зона резкости у меня от метра до полутора метров примерно. При том, что у меня диафрагма 4,2. То есть, если я закрою диафрагму, то он мне напишет, что зона резкости на 5,6 уже от метра до где-то метра 75. И, ну, блин, мне вот очень нравится эта функция, потому что она тебя тренирует как фотографа. Если у тебя более светосильные объективы, то ты можешь понимать, что, ну, какой у тебя гриб и в каком месте. Ты на глаз так видишь, что объект стоит там на расстоянии 5 метров, там, не знаю, скольки метров. И ты прицеливаешься и понимаешь, что будут ли у тебя нос и глаза в фокусе, или только глаза будут в фокусе. На самом деле для Fuji это не супер актуальная штука, потому что самый такой у них портретник 90 миллиметров F2. Сколько я на него не снимал, там лицо всегда в фокусе. То есть, там нет такого проблемы выпадения, когда у тебя один глаз резкий, а второй нет. Потому что на Canon 135 миллиметров F2 это очень частая тема. На Fuji, так как это кроп и выбор оптики здесь, ну, более ограниченный по сравнению с полнокадровым Canon или Nikon, то здесь, ну, я уже немного отклоняюсь, в общем, от темы. Но так или иначе, вот эта штука со шкалой резкости мне очень понравилась. Минус в том, вот минус этого объектива, что у него нет никаких обозначений. Вы не знаете, какое у вас фокусное расстояние. Оно не пишется ни на экранчике, ни на объективе. То есть, вы просто на глаз понимаете. Ну, вот сейчас самый широкий угол, самый длинный конец и все. То есть, я не знаю, сколько конкретно миллиметров у меня сейчас. Я их узнаю только, когда я открою Lightroom или Capture One, только в проявочной программе. Ну, опять же, учитывая то, что он позиционируется как самый любительский из всех, которые только есть, ну, это неудивительно. Также, что не характерно для объективов Fujinon, здесь нет кольца диафрагмы. То есть, диафрагма выставляется с тушки. Здесь нет переключения ручного фокуса. Но это уже характерно для всех объективов, потому что фокус мы выставляем на тушке здесь. Нет дистанции. Ну, дистанцию, как я уже говорил, мы видим на экранчике. Ну, в общем, на объективе нет ничего. То есть, он просто одевается в корпус, и вы полностью управляете с фотоаппаратом. Ну, кроме, конечно, зуммирования. Про фокусировку я рассказал. Немного, вот еще забегая вперед, расскажу, в общем-то, зачем он еще может быть. То есть, я рассказал, что мне нужен для съемки на хромакей и для путешествий. То есть, как любительский вариант. Но надо понимать, что это темный объектив, то есть 3, 5, 5, 6. И, в общем-то, он не располагает каким-то ночным, вечерним съемкам в помещении. Но мне же интересно все протестировать. И буквально на второй день я пошел снимать с ним так чисто для себя репортаж. Это такая съемка не коммерческая, просто для знакомых. Я взял с собой софтбокс, подсвечивал средние параметры были ИС-1600, 1 сотая выдержка, ну и пыха. Ну и здесь у меня, кстати, 3,5 на широком угле я снимал. И это было очень прикольно. То есть, объектив, ну, я считаю, что справился со своей задачей, и все нормально. Но 1600 это еще, это, знаете, такое пограничное значение для этого фотоаппарата, когда у тебя еще все резко и хорошо. А потом я поснимал концерт, концерт внутри в клубе. И там было реально темно. То есть, даже сцена, несмотря на то, что артисты должны быть посвечены, посвечены они были постольку-поскольку. Этот объектив, конечно, с этим уже хуже справлялся. Но, тем не менее, прелесть Fuji, что это вам не какая-то унылая микро. То есть, можно поставить высокие ISO и за счет этого вытянуть. Плюс, я же забыл сказать, что здесь еще есть стабилизация. Стабилизация позволяет с рук снять. Ну, на 1,5 я снимал. Ну, на 1,5 я снимал. Сейчас посмотрим на компьютере. 1,10, по-моему. Мне пришлось поставить ISO 6400 на 1,8 с рук. Ну, в общем-то, здесь она уже просто шумеет, сильно начинает. Но, тем не менее, по цветам она вытянута. То есть, для веб-разрешения это будет отлично. Для небольшого разрешения. Следующий кадр. ISO 5000. 1,6 выдержка. Что нам дает этот объектив? Ну, конечно же, они шумят. Конечно же, детали у нас не такие классные. Но, тем не менее, вот так, если смотреть эту фотографию целиком, ну, окей. Как бы больше вытягивать тени не нужно. То есть, для веб-разрешения вопросов нет. Я наложил здесь профиль Classic Negative, которого в Fuji X-T3 нет. Но в Capture One вы можете его добавить. Вот еще фотография с невменяемым ISO. ISO 8000. Сейчас я это все обнулю до исходника. И в исходнике это выглядит вот так вот темно. Хотя, обратите внимание, на сколько это? На одной десятой секунды я это заснял. То есть, с рук стабилизатор мне помог это снять на 15 миллиметров. И вот так, в общем-то, публику видно. Ну, тут сам по себе кадр довольно такой себе. Ну, просто у возможностей съемки в темноте. Там было очень темно. То есть, цвет, который был, был только здесь. И, тем не менее, вот я смог их сфотографировать. То есть, фотки реально очень темный зал. И мне получилось его снимать. Так же, как и артистов на сцене. Но, опять же, выступающих музыкантов выдержку длиннее 1,5 я не мог ставить. Потому что иначе они совсем бы размазались. То есть, там и так видно, что у них руки уже движения смазаны. Если поставить там 1,20, то я получил просто резкие инструменты и смазанных музыкантов. Но, когда я снимал аудиторию, когда я хотел показать весь зал, который полностью находился в тени, я поднял ИСа там на 5 тысяч. Один раз даже на 8 тысяч ИСа. И, в общем-то, получил нормальную фотографию. Я вам скажу, что если бы я эту фотографию отдавал заказчику, он был бы доволен. То есть, понятно, что в полном разрешении там не очень с тенями. Там немного каша происходит. Если ты смотришь на большом 4К мониторе, но если ты эту фотку ужимаешь, там, не знаю, до 3 тысяч пикселей по большой стороне, да, она просто классная, вопросов нет. То есть, даже с этим темным объективом можно снимать при плохом освещении. Я также снял вечером церковь, там, ну, знаете, как вот ночной пейзаж. Давайте глянем в вечерние фотографии. Вот это снято с выдержкой 1,15, с рук на 15 мм. Как вы можете заметить, дрожания нет. То есть, с рук, вот, ночная фотография, ну, ИСа 2,500, конечно, много, но мы видим, что снимать можно 200%, 100%. Края у нас не сильно резкие. Центр, ну, как видно было на других примерах, хотя здесь вот получше. Центр очень рабочий. Смотрим, ага, это я вам ШПЕГ показываю. Ну, к сожалению, эти фотки я, получается, снял только в ШПЕГе, но так или иначе, все равно мы можем о чем-то судить по ним. Я вам сейчас покажу видео на экране. Видео снято при ИСа 5000. Субтитры сделал DimaTorzok По поводу стабилизации на видео, она тоже работает. То есть, можно снимать видео с рук. Рук, естественно, осторожно. То есть, оптическая стабилизация в объективе, ну, это общее правило, я так считаю, позволяет вам снять, вот вы просто его держите и снимаете. Но если вы захотите какие-то делать панорамирования, то у вас должны быть очень прямые руки, и вы это делать должны медленно и осторожно. В принципе, объектив это позволяет сделать. Зумировать с рук уже будет дергаться, будет нехорошо. Но если нужно где-то чуть-чуть подснять, то, в принципе, можно это сделать с рук. Так как у Fuji фиксы, по-моему, у них все фиксы без стабилизатора. То есть, стабилизатор у них, по сути, только на зумах, если я не ошибаюсь. То это прикольно. Но опять же, выйдет XT4 с матричным стабом, и для их фиксов это будет хорошо. Но как мультифункциональный объектив, чтобы снимать где угодно, что угодно, ну, классная штука. Теперь я хочу провести тест, в общем-то, автофокуса, то, ради чего он покупался. Я вам покажу. Сейчас я сменю камеру. То есть, я буду снимать на XT3 с этим объективом. Canon R уйдет в сторонку. Итак, сейчас я стестирую следящий автофокус на объективе Fujifilm 15-45-35-5-6. В общем-то, съемка, казалось бы, очень простая. Я просто сижу перед камерой на расстоянии, ну, чуть больше метра. Ну, тут небольшое расстояние, но через переходник Viltrox. Вот я вам покажу 17-40 с переходником. То есть, вот этот объектив, с которым я обычно работаю в таких условиях. Я стал пользоваться только ручным фокусом. То есть, я определял, что вот ставишь сюда предмет, фокусируешься на этом предмете, выключаешь фокус и снимаешь себя. Только в мануале. Причем я еще ставил диафрагму, там где-то F8, чтобы вот это туда-сюда, чтобы все было четко. И только так можно спокойно, комфортно снимать, ну, вот с неродной оптикой на Fuji X-T3, потому что иначе, вы видели в моих других видео, картинка начинает туда-сюда бегать. Но иногда мне везло, и объектив мог держаться там чуть ли не минут 8, и все было хорошо. Я интервью снимал как-то на полтинник 1.2 через переходник на Fuji, и мне тьфу-тьфу-тьфу, все нормально снялось. Я не знаю, чего зависит от того, что вот через переходник он начинает туда-сюда ходить. Сейчас у меня родная оптика на тушке, то есть объектив Fuji на тушке Fuji. Посмотрим, что из этого выйдет. Пока что я делал небольшие тесты, все было нормально. А пока, ну, чтобы потянуть время, чтобы наш тест немного продлился, и вообще поделюсь ценной информацией, я расскажу об объективах, аналогичных объективах на других системах и на Fuji. У Fuji есть вообще 4 таких стандартных объектива на выбор. Герой обзора – это самый дешевый, самый простой из всех этих объективов, то есть, но и самый новый. В чем его плюс? Потому что у Fuji есть такой нюанс, что у них старая оптика почему-то с автофокусом, ну, даже на новых тушках начинает гулять. То есть, например, 35-1.4, у меня есть хороший товарищ Дима Страхов, который подтвердит, что там проблемы. То есть для видео этот объектив брать нельзя. То есть на Fuji для видео нужно брать только самые новые объективы. Объектива 2013 года нет. И выбирая вот штатник для моей задачи, я тоже хотел, чтобы он был самым новым. Хотя я думаю, что все остальные зумы тоже должны быть нормальными. Но говорю, во всяком случае, об этом. Что касается других, то еще есть 16-50, 3.5, 5.6. То есть похожие фокусные. Но честно, вот если выбирать 16-50 или 15-45, то лучше на 1 мм шире, чем на 5 мм дольше фокусное расстояние. Потому что вот именно широкий угол, каждый миллиметр, это очень ценно. И, в общем-то, объективы похожие по цене, по габаритам. Тот второй чуть-чуть тяжелее. То есть у него вес там, что-то, ну пишут, 195 грамм. Вот этот объектив весом 136 грамм. То есть 60 грамм разница. Ну, по сути, оба легкие. Но важное отличие 16-50 в том, что у него зум идет ручной, то есть механический. И, конечно же, когда вы хотите управлять съемкой, в общем-то, это лучше. То есть вот этот автоматический зум, электронный зум, ну, это не круто. Ну, так если это какой-то, не знаю, даже не то, что профессиональный, с позиции более продвинутого фотолюбителя. Но вот банально сейчас, когда я себя устанавливаю вот этот вот кадр, я сижу рядом с компьютером, то есть я сделал, вместо того, чтобы поддеть на камерный монитор, ну, мне так было удобнее, то есть я сделал тестовое видео коротенькое, вытащил карту, ну, естественно, выключил камеру, посмотрел на мониторе, потом опять вставил карту. И, включая камеру, я теряю то положение зума, по которому я уже отстроил картинку. То есть я выставил там, я не знаю, кстати, сколько я выставил, потому что на объективе нет шкалы фокусных расстояний, и камера не показывает, сколько у вас там, кстати, что тоже минус. То есть если взять 1650, то там будет эта шкала, и вы будете, вы механически поставили там 24 мм, и они у вас будут 24. А здесь после выключения камеры, или же после просмотра фотографии, у вас фокусное расстояние просто сбивается, он просто на самый широкий угол становится. То есть это такой, ну, минус. Но, опять же, этот объектив, он ставится, идет как кит на самые простые модели, типа XA, XE. На XT20, он, кстати, по-моему, был китом. То есть на XT3 стандартный кит это 1855, 2.8, 4. Бесспорно, оптически лучший объектив. Он дороже, тяжелее. На год старше, то есть 2017 года. Кстати, и 1650 тоже 2017 года. Весить уже чуть-чуть тяжелее, 310 грамм. Ну, вот 310 грамм и 136, это уже есть разница. То есть вот этот, на который я сейчас себя снимаю, это реально очень маленький, легкий, компактный объектив. 1855, 2.8, 4. Нет, конечно же, 300 грамм это тоже немного, но уже более ощутимо. Обычно этот объектив все сравнивают с топовым зумом в линейке. Топовый у нас 1655, 2.8. Объектив, который уже и стоит под 900 долларов. То есть если все эти предыдущие относительно недорогие, то есть сколько там стоит, 2.8 и в 4, где-то 300 долларов. Былушный, я не знаю, сколько новый, но, наверное, где-то 400. То 1655 уже под 900 и цена уже, конечно же, кусается. Стоит ли брать светосильный зум? Каждому выбирать самостоятельно. Я, знаете, это скорее психологический вопрос, на что он снимает. Потому что у меня даже на полном кадре я отказался от идеи светосильного зума. Я считаю, что набор фиксов – это круче. Но все нужно попробовать самому и даже вот советовать сложно. Но так или иначе, нужно понимать, что это будет реально тяжелый объектив. То есть 655 грамм. Он оптически, конечно, лучше всех остальных. И даже вот люди иногда смотрят, что 1855, 2.8.4. Вроде бы почти те же самые параметры. Есть тесты в интернете, где видно, что там очень похожая бокашка. Типа за что платить деньги, если в 3 раза дороже, а вроде почти то же самое. Ну подумаешь, там и там, и там 2.8 на широком угле, 4 на длинном. Но я вам так скажу, делаешь не просто в параметрах, так же, как с фотоаппаратами. Нужно видеть картинку. Ты это поймешь, только поснимав на одно и на другое. У меня большого опыта нет. То есть я их так на выставке крутил в руках. Могу сказать, что, конечно же, топовый будет лучше по картинке. И те, кто постоянно снимают, об этом знают. То есть так же, как у Canon, там, ну, линейка 2.8 с постоянной светосилой. Она всегда лучше оптически. И в нюансах, если ты делаешь много фотографий, ты это видишь. Не по тем тестам бока, которые на YouTube. А микроконтраст, там, резкость. Ну, много есть нюансов. То есть такие объективы лучше, но стоит ли, в принципе, покупать такую тяжелую хрень? Тем более на фотоаппарат, который, я бы сказал, философия в том, чтобы у вас не было тяжелой оптики? Ну, я считаю, что нет. Ну, это выбирать каждому самому. Это что касается объективов Fuji. То есть у меня самый простой, самый дешевый зум из всех, которых только есть. Но мне он нравится. Продавать не хочу. Я хочу поговорить теперь о других системах. У меня была камера Panasonic G7 с объективом тоже самым дешевым и простым. Тоже из серии Plastish Fantastish. Это такая мультибрендовая линейка. То есть когда у вас весь объектив пластиковый, Bayonet пластиковый. И внутренности можно не сомневаться, что тоже все из пластика сделаны. Но, тем не менее, он выполняет свою функцию. Он резкий, компактный, легкий. Еще и со стабилизатором. То есть, в общем-то, штука работает. Но у Panasonic, во-первых, он еще чуть-чуть меньше. Он с все-таки механическим зуммированием, что прикольно, как я уже говорил. Но фишка в том, что мы сейчас говорим о разных системах. И на микрообъектив со светосилой 3.5, 5.6, но он вообще исключает ночную съемку. То есть там вечером с ним делать нечего. На 3.5 вы получите с рук картинку чуть лучше, чем на обычном телефоне. А хороший телефон может с ними даже лучше. Ну, если взять современные топовые модели. Поэтому, ну, объектив с очень ограниченным применением, тем более. Ну, и тут я уже буду просто говорить о микре, о том, что на G7 я себе не мог вот так нормально сесть и снимать. Потому что автофокус там, ну, не позволял таких фокусов. То есть это заканчивалось тем, что через 20 минут я смотрю, я понимаю, что все, что я говорил, нужно повторять заново. Я не в фокусе. Заниматься танцами с бубном с Wi-Fi, вот как люди иногда поставят фокус на расстоянии через телефон. Ну, мне вот эта байда не нравится. Я хочу, чтобы камера быстро настраивалась. Надеюсь, что сейчас камера это все пишет отлично, что, ну, туфу же есть такая характерная фишка, даже с родной оптикой, когда фокус начинает вот туда-сюда вот так вот гулять в следящем режиме. Мы продолжаем тестировать, посмотрим, что из этого выйдет. Но это я говорю сейчас объективе Panasonic, и он тоже очень резкий, но сама система, она как бы, ну, уступает Fuji, как бы там ни было. То есть я считаю, что Fuji, это, можно сказать, король кропов. По фото, по видео это лучшее качество. И Panasonic, я считаю, что это micro 4.3 очень скоро уйдет в небытие. Но она проигрывает тому, что дает тоже очень компактная маленькая система, ну, с выбором оптики там и так далее. Но говоря о самом объективе, у них очень похожие фокусные, но на micro, естественно, это не такой широкий угол, как на Fuji. Потому что на Fuji этот объектив, у него эквивалентное фокусное, я посчитал, это 22,5 мм на 67,5, по-моему. То есть это почти 24,70. И, кстати, мы сравнили с ребятами, встречались, сняли на полнокадровой Nikon Z6 с объективом 24,1,4 Sigma Art. И вот бок о бок фотографии, ну, понятно, что там другая глубина резкости, там все другое. Но мне было интересно именно поле зрения. Так вот этот объектив, он шире, чем полнокадровые 24 мм. И, как я уже говорил, ширина кадра, это прикольно. То есть если вы хотите захватить пейзаж, какой-то интерьер. Ну, в общем, широкий угол, ну, я просто, я фанат широкого угла, у меня много шириков. То есть мне это нравится. Если его сравнивать со всеми остальными Fuji-ковскими зумами, то он самый широкий. То есть они начинаются или от 16, или от 18 мм. Как я уже говорил, 1 мм, но он играет роль. У Canon есть практически идентичный объектив под беззеркальную систему. Это EFM 1545 3.5 6.3 AS STM. Весом 130 грамм, то есть такой же легкий, даже на 6 грамм легче. Тоже компактный, но с чуть худшей светосилой на длинном конце. EFM, в общем-то, система тоже достойная, но, так, немного уже отклоняюсь от темы, но матрицы у кропов Canon, они уступают матрицам, кропам Fuji. И видео в Fuji более качественно снимают. Ну, у системы Canon есть свои, конечно, плюсы, преимущества. Просто говорю о том, что объектив очень похожий. Но это беззеркальная версия. А зеркальный, это на кропах Canon, это 18-55 3.5 5.6. Ну, это супер популярный объектив. Причем о нем, наверное, целое отдельное видео можно записать. Потому что их было, я посмотрел на Википедии, 6 поколений, 18-55. Причем у меня еще была самая первая на Canon 300D. Это самый-самый старый объектив, который из всех них был. Он был в среднем по резкости, хотя на тот момент у меня был 24-72. И он был, 24-70 выдавал менее резкую картинку, как ни странно, чем вот этот кит. Но прикол в том, что мой 24-70, его нужно было юстировать. В Canon 300D на тот момент с той тушкой, ну и с моим уровнем знаний, на тот момент это было все нереально. То есть я снимал как есть, но цвета были совершенно другие. То есть когда вот мы говорим о хорошем объективе с 2.8, как Fujinon 16-55 2.8, который я не сомневаюсь, что очень хороший оптический. Так и тогда у меня был 24-70, и я его одевал, если я снимал какие-то портреты девочек на 70 мм 2.8, пусть оно и не было резким, но этот цвет, объем, да даже на широком угле, я помню, групповые портреты снимал. Но вот оно по-другому выглядело. То есть дело, ему можно было упростить то, что он как бы слегка мылил, не попадал в фокус, но он давал вот просто другую картинку на абсолютно той же самой камере. Но 18-55 канадский это не про картинку, то есть объектив очень скучный, унылый, но все-таки если будет хороший экземпляр и желательно последнее поколение, то он будет резким. То есть для таких объективов главное, что требуется, это резкость. И последнее поколение, в общем-то шестое, если не ошибаюсь, 2015 года, отличается тем, что он уже не 3-5-5-6, а 4-5-6. И если брать, то, конечно, лучше целиться в него, хотя лучше вообще не брать. Но надо понимать, что 18-55 зеркальный кроп-объектив значительно больше. Я сейчас держу в руках 10-18, он очень похож по размерам на 18-55. И эта штуковина, но она по сравнению с 15-45 она громоздкая. Хоть он тоже легкий, то есть эта штука весит 200 грамм, так же, как и тот. Тоже пластиковый, та же самая серия мультибрендовая Plastic Fantastisch. Но, опять же, касательно вот этих пластиковых байонетов, если вы бережно и прощаетесь с техникой, не берете фотоаппарат вот так вот за объектив, чего делать не стоит ни с каким фотоаппаратом, то мне этот объектив, если я не ошибаюсь, 2 или 3 года и все с ним хорошо. Причем сейчас уже даже без защитного фильтра. Дальше видео будет на Canon R, заодно уже в который раз сможете сравнить картинку, которую выдает X-T3 в 4К и Canon R в 4К. И на Canon R я буду снимать с объективом 17-40 в 4L, заодно можно будет оценить. Ну, вот в таких условиях при хорошем освещении эта разница не будет сказываться. То есть почему вот объектив под узкую задачу, как я его купил, вполне себя оправдывает и даже не нужно больше. Но вы это увидите на своих экранах. Отличается ли Canon R 17-40, то есть вот такой вот черный, как для Fuji это уже громоздкий объектив, как для зеркалки Canon он небольшой. Насколько будет отличаться микроконтраст, резкость опять же, резкость у Fuji будет чуть-чуть выше, потому что сама тушка выдает более резкое 4К, независимо от того, что вы туда оденете. Почти независимо. Подводя итоги моего обзора, я хочу сказать, что я очень доволен, мне объектив понравился. Я немного переживал, будет ли он резким, будет ли он держать фокус. То есть я от него много не требую. Я не ожидаю, что этот объектив будет, знаете, выдавать какой-то шедевр. Хотя шедевры больше зависят не от объектива фотоаппарата, а от умения работать со светом, с композицией, выбирать ракурс и так далее. Ну, короче, от фотографа. Я хочу еще сделать небольшое лирическое отступление насчет других объективов Fujinoon, потому что мне регулярно в комментариях пишут, типа, купи себе нормальные объективы Fuji, типа, что-то вот это непонятно что снимаешь. И даже по поводу моих самьянгов пишут, типа, это не круто, типа, надо только Fujinoon. И вот эта упоротость, она мне, честно говоря, раздражает. То есть, ну, во-первых, это мое дело, на что мне снимать. То есть, ну, купи, купи, ну, не хочу я. Но я еще хочу сказать, почему я не хочу. Потому что я считаю, что инвестировать в кроп-систему, ну, это как бы неразумно. То есть, если ты хочешь хорошую картинку, и ты готов инвестировать, ты уже тратишь деньги. То есть, ты не просто купил кропчик, там, с китовым объективом, там, еще одним. Если ты серьезно фотографируешь, у меня фотография, это мое основное вообще занятие по жизни, ну, фото и видеосъемка, то ты, в принципе, выберешь более совершенную систему. И тем более, что вот сейчас у меня стоят эльки Canon, которые по цене такие же, как и топовые фиксы на Fuji. Моя точка зрения в том, что это глупо вкладывать большие деньги в, ну, явно уступающую систему. То есть, Fuji никак не не даст того, что дает 135 мм f2 на полном кадре. Никакой объектив, нет, у них есть какой-то 200 мм f2 за кучу денег. Да, там, я думаю, вот, да, можно будет о чем-то поговорить. Но 90 мм f2, там, 40, 150, 2,8. Это все не сравнится вот с этим. Причем этот объектив, ну, был он даже дешевле. Новый, но не в одну цену, там, с 90 мм. Ну, это просто разные вещи. 50 мм f1.2 на полном кадре. Ну, о чем можно говорить? Ну, какие Fujino, знаете? Это абсолютно другая картинка. Я знаю, что на Fuji очень хороший 56-1.2, он там резкий. Для многих резкость, знаете, это основной параметр, хотя я так не считаю. Но не в этом дело. То есть, объем, цвет и так далее. На полном кадре вот это вот, это просто сказка. Это объектив из серии. Сделать красиво. Вот просто нажал и красиво. Ну, 135-ка это тоже касается. И, ну, сейчас я снимаю себя на 17-40, допустим. 14 мм f2.8. Ну, узкоспециализированный объектив. На открытый не очень резкий, но так или иначе, это очень мощный полнокадровый объектив, который дает объем, цвет, там, и так далее. Ну, ну, какие Fujinone? Ну, это так. Это лирическое отступление, что инвестировать в оптику Fuji, я считаю, плохой затеей. То есть, если у вас, если вы готовы покупать технику, готовы тратить деньги, купите полный кадр и покупайте нормальную оптику. А поиграться для путешествий, да, классная штука. Если вам нужен какой-то вот такой простенький зумчик на все случаи жизни, очень компактный, легкий, резкий, очень хорошая резкость, вот он, можете покупать.